День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Мы говорим о делах городских сейчас, ближайшие, наверное, полчаса. Да, конечно, поговорим. На днях у нас, например, был представитель общества Пилостоцилово, город для людей, который возмущался бездействием Рижской думы. То есть вот такие инициативные горожане. Собственно, об инициативе горожан мы и продолжим. Да, потому что мы поговорим о том, как сделать Ригу лучше, как сделать так, чтобы рижане чувствовали себя довольными, счастливыми, удовлетворёнными. И, собственно, вот этими задачами и озабочен Центр жителей районов города Риги. Вот что это за организация, чем она занимается, какие цели она преследует, как действительно достичь вот этих, ну, какого-то гармонии и какой-то вот координации интересов. Потому что понятно, что у всех разных групп жителей какие-то разные цели и задачи. Вот обо всём об этом пройдут дискуссии, вот об этом мы как раз и поговорим, потому что с нами на прямой связи Дайга Мэжалэ, координатор Центра жителей районов города Риги. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И представитель компании Бонава Латвия Каспарс Экша тоже с нами на связи. Здравствуйте, Каспарс. Да, доброе утро. Доброе утро. Да, Игорь, давайте начнём с вас, о вашем центре, значит, вот этот Рижский городской центр жителей районов, очень сложное название. Смысл как бы понятен, жители районов могут, видимо, проявлять какую-то инициативу и обращаться на деле, как это происходит, много ли этих инициатив, финансирование со стороны самоуправления, какое оно доступно, какие идеи высказываются, как сложно воплотить и так далее, вот об этом. Ну, в первую очередь я бы хотела сказать, что центр районов жителей города Риги не только занимается инициативами жителей, у нас и другие многие функции. Я немножко, может быть, пройдусь. Да, конечно. Да, значит, центр в первую очередь обслуживает клиентов, то есть информирует, консультирует, помогает заполнять какие-то заявки на муниципальные услуги. Также центр сам разработывает методологии для муниципальных услуг и сам представляет некоторые услуги, как, например, выдает все виды разрешения на торговлю на улицах и принимает декларации места жительства рижанин. Ну и также у нас есть функция интеграции, там тоже проводятся всякие конкурсы проектов и всякие мероприятия организуются. Такое вот бюро одной установки, да? Ну, что-то похожее на это мы еще в пути к этому, я скажу бы так, но мы пытаемся уже что-то вроде этого делать. И также мы оказываем поддержку народу Украины, то есть как раз наш центр и руководить рыжеским центром поддержки жителей Украины, которые сейчас находятся на улице Кальк-1. И также, да, как вы уже сказали, часть нашей работы работает с инициативами жителей города Риги. У нас в Риге, в общем, 58 районов и у нас есть 7 координаторов районов. Я один из этих координаторов. И каждый из нас находится в своей точке Риги. У нас есть три пункта в левой стороне Даугавы, в Агентсканц, Иманта и Волдерае. И в этой, в правой стороне Даугавы у нас есть пункт Маскова с Московской предместия, в центре Бэтмилграбс и ТЭЙК. Вот в ТЭЙКе я как раз и работаю. И что же координаторы делают? То есть координаторы являются как посредниками со стороны своих жителей и организаций своих районов. с одной стороны и муниципальных институций с другой стороны. То есть мы выслушиваем какие-то просьбы и инициативы, желания, нужды рижанин, как они бы хотели улучшить жизнь в своих окрестностях, как они бы хотели благоустроить свою окружную среду. И эти инициативы мы передаем тогда уже ответственным инстанциям муниципалитета. И они, собственно, их рассматривают. И тогда мы тоже даем эту обратную связь нашим жителям. Ну, что же по этому поводу решено. А вот как это работает? Вот скажите, может быть, вот если вдруг человек хочет, ну, я не знаю, какая-то у него инициатива. Или посадить деревья там в каком-нибудь месте, говорит, было бы хорошо, вот если бы вот здесь можно было бы организовать какой-то скверик. Или там детскую площадку или что-то еще. Вот он приходит к вам, ну и что, вот он должен, ну, просто написать заявление? Вы знаете, коммуникация с жителем у нас происходит по многим каналам. Один из них Facebook-группы. У нас у каждого координатора есть своя группа Facebook, где очень удобно получать информацию и передавать информацию людям. Там тоже происходят всякие дискуссии и опросы, что люди хотят, например, как они бы хотели развить какую-то конкретную территорию. Иногда, когда у самого управления уже есть какие-то планы на какую-то свою территорию, например, там, или детскую площадку, или спортивную площадку построить. Или там, может быть, поставить просто скамеечки и столики для пикника. То есть мы тогда спрашиваем у жителей, что бы они хотели. А вот смотрите, вот только что сейчас представьте себе, есть небольшое место. И вот можно сделать спортивную площадку, детскую площадку, или поставить, например, скамеечки для пенсионеров. И вот приходят три группы. Пенсионеры хотят, конечно, чтобы были скамеечки. Молодые люди там говорят, ну, там спортивные, ещё не женатые. А мы бы хотели здесь тренироваться. А уже женатые говорят, а нам вот дайте... Вот как решить вот спор, если вот возникает такой вот спор между людьми, вот каждый хочет своё? Ну да, это, конечно, нелегко, потому что действительно интересы и нужды у рижанин разные. И, ну, поэтому мы и делаем такие анкетирования, опросы, ну, чтобы как-нибудь узнать, что же хочет большинство. Ну, и не забывать и про другие интересы, и потом, может быть, смотреть, где поблизости со временем можно было бы сделать и другие площади, другого вида. То есть, ну, компромисс найти, какой-то компромисс, чтобы всех... Да, да. И, конечно, ясно, что сразу все нужды никак нельзя выполнить, потому что ресурсы всё-таки у нас ограничены. И поэтому тоже мы работаем над тем, чтобы разработать такой системный подход, как вот эти все проблемы решать, как приоритизировать эти проекты, ну, которые было бы... Нужно сделать пораньше, может быть, кто-то, может быть, подождать и на следующих годах его реализовать. Так что, ну, да, это работа тоже, с чем мы занимаемся. И тут как раз, мне кажется, самое время разбудить Каспора. Каспор, как раз ваша компания провела недавно исследование, ну, жителей, да, их инициатив. Расскажите, что это за исследование, каковы результаты особенно, вот, интересно. Вот, да, вот я сейчас как раз слушаю Дайгу, и мне очень приятно о том, что когда мы вот строим новые проекты, мы как бы думаем о всех группах сразу, да. Да, вот именно поэтому у нас таких проблем нет, потому что у нас есть и площадки, и там фитнес-станции, и все. Так что мы можем думать уже о чуть-чуть других делах, как делать жизнь лучше для жителей. Но насчет опроса, да, мы вот сделали исследование, где мы расспрашивали где-то 750, чуть-чуть больше людей по всей Латвии. И там очень-очень интересную информацию разузнали, да. Вот, например, 62% жителей, они очень хотят принадлежить какой-то окрестности, вот, какому-то району и как-то вот воздействовать и помогать развитию, и, ну, как бы, соучаствовать всему, что там происходит. Но что тоже очень интересно, да, что люди как бы хотят, но как только им надо что-то делать самим, да, так все, так сразу интерес пропадает, да. Поэтому вот это такой интересный, вот, один из самых главных, как бы, нюансов, которые мы разузнали, как только надо что-то самому подвигаться чуть-чуть, да, вот, так сразу вот этот процент идет очень-очень быстро вниз. Насколько этот опрос был проведен не только в Риге, а по всей Латвии, очень такой интересный факт, что в маленьких городах это, как бы, чувство и желание принадлежить какому-то району или обществу еще важнее, чем в Риге. То есть мы понимаем, что в Риге, Риге это большой город, люди живут здесь, и, ну, иногда они, как бы, у них нет, это не так уж важно, да, они просто приходят домой, либо они не знают про окрестность и про район или про какую-то организацию, либо они просто не заинтересованы. А в маленьких городах это вот еще для них еще важнее, чтобы они принадлежали к кому-то, к какой-то организации, чтобы они могли жить лучше и влиять качественность на своей жизни. – Каспор, обычно, когда говорят о каких-то желаниях во время застройки микрорайонов, ну, вот классический пример – это тропинки, что имеет смысл посмотреть, как люди ходят, и там проложить тропинки, а не сначала сделать дорожки и удивляться, почему газоны вытоптаны. А согласно проводимым вами исследованиям, какие самые актуальные желания и, может быть, требования, скажем, те же самые мусорные баки для сортировки, на которые в последнее время часто жалуются, что, с одной стороны, буквально требуют сортировать, с другой стороны, недостаточное количество этих разноцветных мусорников? – Да, ну, такие нюансы мы не узнали на такие детали, да, именно вот про какие-то конкретные такие дела. Ну, вот что мы разузнали, вот, например, да, вот 66% они хотят участвовать в этом районном, как бы, окрестном, не знаю, как, как Дайга правильно будет… – Окрестности. – Окрестности, да. Они хотят, чтобы… 66% они хотят решать какие-то реальные проблемы, да, вот, то есть то, что вот и Дайга говорила, что вот приходят люди, которые вот хотят как-то либо, не знаю, там, ту же самую тропинку, либо скамеечку там сделать. Вот это 66% этот вот и… да это вот является да вот самым главным главным самым главным и самой главной причиной чтобы соучаствовать а потом люди вот на второе место это вот как раз 58 процентов люди ответили потому что это развивает развивает сам район они хотят вот участвовать потому что это развивает то есть район ну да и самые самые маленькие 42 процента это ну как бы это возможность приучаствовать вообще где-то да потому что люди которых нет никаких интересов да они тоже хотят где-то поучаствовать и вот они хотят вот есть у них возможность соучаствовать в районах а вот скажите пожалуйста мы все время говорим про на место жительства но ведь люди проводят очень большую часть жизни и на работе вот как сделать так что может быть люди ну вот были бы вовлечены чтобы обустроить среду вот возле места своего работы там есть такая возможность или нет тоже вот высказать свое мнение ну я думаю это может быть даже вопрос когда и как потому что насколько я знаю что люди они работают ну в риге по большинству все работают в центре в центре и уже тоже но чтобы я думаю чтобы повлиять как то но это я думаю тоже тогда через район давайте действительно тогда у даги уточним дайга тем более что проходит конкурс еще до 13 числа есть возможность подать заявки насколько я понимаю как раз таки вот этот инициатив и софинансирование со стороны рижской думы до трех с половиной тысяч евро да да этот конкурс я сама не занимаюсь поэтому может быть детально не знаю но этот конкурс как раз таки а инициативах от окрестностей как как раз с целью сформирования сообществ но вот то что то что олег спросил обязательно ли подавать какие-то инициативы по месту жительства или по месту работы тоже вы знаете мне надо уточнить хорошо по моему можно и по месту работы но в любом случае для тех кого это может заинтересовать apkms.lv портал собственно посвященный вот этому центру и там есть на главной странице ссылка на описание этого конкурса со всеми прилагающимися необходимыми там документами и прочими требованиями да 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 вся актуальная информация про все конкурсы как раз нам недавно кончился конкурс закончился не конкурс термина заявки для конкурса тоже проекты для окрестностей когда сами сами жители придумывают что они хотят видеть своих окрестностях и потом комиссия смотрит эти проекты если он эта идея вообще реализуемая она подходит на голосование и сами жители голосуют за эти идеи и таким образом определяет какие проекты самоуправление должна реализовать то есть ну такой еще у нас большой конкурс дайка вот вы упомянули что можно на фейсбуке там очень удобная связь а как вас найти на фейсбуке что нужно набрать чтобы ну вот зайти на страничку и принять участие ну в общем значит как я говорила у нашего каждого координатора со своя группа фейсбук и можно набирать название пункта то есть мне можно найти тейкас пункт набрать и тогда еще там дополнение региса апка меди вот а центр ну я думаю что достаточно набрать начало тейкас пункт или или агэнс кална пункт или имантас пункт ну там либо все таки через через страницу апка мслв там же есть и контакты и ссылки и приман и на твиттер и на фейсбук выходы что касается реализованных идей помнишь мы же говорили чтобы где-то полгода назад был конкурс тоже идей и инициатив различных и кто-то хотел скамеечку поставить кто-то там еще что-то сделать а жители болдыра и хотели как голливуду дать вот буквы на въезде по моему выиграли же конкурс буквы должны появиться или уже стоят я просто извините жители болдыра и уздвинска давно вас не был в гостях наверняка это уже установлено надо поехать сфотку наш ответ голливуду да здорово еще нет но во всяком случае очень хорошо что есть такая вот возможность у людей проявлять инициативу это ну может людей создать в самом деле чувство того что от них что-то зависит все таки вот потому что это очень важно чтобы люди понимали что они ну и от них тоже очень очень много зависит что они должны проявлять инициативу если хотят никто им красиво и хорошо не сделает вместо них чтобы быть услышанным надо что-то сказать мы благодарим дайгу мэзела координатора рижского центра жителей районов города и каспор соекша представитель компании бонава латвия огромное спасибо удачи хорошего солнечного лета новых инициатив проектов и так далее всего доброго хорошего дня до свидания а